На юге области в Котласском районе уже готовятся к пожароопасному сезону. Там провели первое масштабное учение, по легенде которых вспыхнул сильный огонь вблизи леса. Эта территория выбрана не случайно. Котлас и Котласский район в прошлом году по итогам весенне-летнего периода были в числе передовиков по количеству загораний травы. Елена Кермич следила за работой пожарных. Алло, полиция. Вижу открытый огонь в конце улицы Пахоменко, 31. По сценарию, группа молодых ребят, приехавшая на пикник, развела костер. По сухой траве пламя стало перемещаться на соседнюю территорию. Данная территория была выбрана не случайно для тренировки, поскольку она сопряжена железной дороге. Есть риск при прохождении пастырских поездов, это выброс угля, от которого может произойти возгорание зеленой полосы. В данном случае у нас здесь имеется лес и живого сектора, то есть пожар в населенном пункте. Как правило, особый противопожарный режим вводится на территории Архангельской области с 1 мая. В это время под строгим запретом не только разжигание костров в лесу или на траве. Особые меры безопасности применяются и к дачным участкам. Необходимо после схода снежного покрова на 10-метровой полосе убрать все мусор, сухую траву, горючие материалы, которые примыкают к территории лесного фонда. Или должна быть мереализованная полоса по всей этой границе не менее полметра в ширину. Пока погода благоприятствует и на улице не жарко, но в майские праздники синоптики обещают солнце. Многие отправятся на пикники. Отдыхающим стоит помнить, запрещено разводить костры вблизи хвойных молодняков, на торфянниках, лесосеках и под кронами деревьев. В других местах категоричного запрета нет, но есть правила, которые надо соблюдать. В числе основных наличие минерализованной полосы вокруг костра не менее полуметра. За нарушение штраф от полутора до пяти тысяч рублей. Патрулирование опасных территорий будет проводиться регулярно.